Вы смотрите программу о доблестных, надежных и решительных защитниках нашей республики. В этом выпуске вы увидите обзор ситуации на линии фронта, жизнь на передовой глазами детей, а также сводку от МВД ДНР за прошедшую неделю. Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. Несмотря на минские договоренности, вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории народных республик, подвергая риску мирных жителей. На этой неделе наиболее частым обстрелом подверглась села Долгая Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. К нашему сожалению, погиб один мирный житель. Подробнее в сюжете Адика Адикова. В воскресенье 22 января 2017 года вооруженные силы Украины вновь обстреляли жилые дома в селе Долгая Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. Мы дома были, начались обстрелы. Откуда мы знаем, как начиналось? Вот это, вот эти подручки, которые на первом этаже стекла. Это с вашего дома подробчики, да? Да, да. Маркировку не знаю, где моя подпись. Ну, наверху сейчас обещали. Можно в подвал прятали? Конечно, конечно. Вы что тут? Оно так страшно было вообще. Как начало аж скрежет какой-то страшный. Ну, ну, этот, говорят, что оно упало туда, вот этот скрежет, на поля, за село. Ну, а это что, это тут осталось. Кому что? Кому что? Угощение всем досталось. Да, да. Все. Как часто стреляют вообще по поселку? Ну, 16-го, теснавного, понедельник. До обеда хорошо, интенсивно поливали нас. Ну, и этот раз добрый. А вот как давно начались обстрелы такие вот интенсивные? Все-таки минские соглашения вроде как перемирие на Украине. Как стреляли, так и стреляют. Ага, минские там они соблюдают. Как стреляли, так и стреляют. Вы в доме находились? Под обстрелом начался. Нет, мы уехали, 9 часов начался обстрел, мы уехали. А потом приезжаем сюда, а тут нас уже ждут сюрпризы. А кто по вашему мнению идет? Ну, кто ведет? Не приедешь, солдат, не буду стрелять. Естественно, оттуда. А какой там населенный пункт? Лопаскино. Лопаскино. И сколько здесь до него примерно по расстоянию? Три километра до Лопаскино. Три километра, наверное. То есть оно отсюда вот просматривается? Ну, конечно. Там пионерский лагерь, там у них стоят. Вот сюда отойдите. Танки там. Вот тут где-то по посадках, а там посадки, тут. Ну, подуешь, угодишь. Везде они сидят. А жертв не было? Ну, слава богу, пока не было. Следствием установлено, что по домам мирных жителей ВСУ ввели огонь из крупнокалиберного пулемета «Утес» и «Птур». Также сотрудниками следственного управления и генеральной прокуратуры ЛНР по Славяносербскому району произведен осмотр места происшествия. Изъяты снаряды крупнокалиберного пулемета «Утес» и выстрел «Птур». Одно раз подверглся обстрелу село Долгое Славяносербского района. Были попадания 12,7 калибра. Это работало быстрее всего. Либо пулемет калибра 12,7 были изъяты с места происшествия пуля. Также были обстрелены, вот здесь видно, попадание рикошета на взлете быстрее всего пуля прошла пульного калибра. В данном поселке находится мирное население. Никаких военнослужащих, никаких подразделений воинских здесь не раз не диспроцируется. Также была обстрелена из ПТУРа, мониторинговая миссия. Машина не пострадала, но судя по направляющим, которые были, выстрелы производили со стороны военнослужащих, где находятся позиции военнослужащих вооруженной силы Украины. 25 января 2017 года в ВСУ открыли огонь из ПТУР по гражданскому автомобилю марки Нива, движущемуся в район села Долгое ЛНР. В результате обстрела погиб водитель автомобиля. Сотрудниками следственного отдела Следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР по славяносербскому району произведен осмотр места происшествия и изъяты вещественные доказательства. Собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному по факту геноцида в отношении мирного населения республики. Мы находимся в центре прифронтового населенного пункта Ясиноватая, в третьем микрорайоне на крыше дома номер 6, куда вчера вечером со стороны позиций ВСУ было попадание снаряда калибром 122 мм. Снаряд, слава богу, не сдетонировал. Он пробил вот эту часть крыши. И следующий дом, номер 4, третьего микрорайона, влетел в окно первого этажа, что мы тоже видим. Я думаю, сторона скотоватой пролетела. А если больше, да? ВСУ. ВСУ? Да. Потому что сильно уже... Там Новобахутовна и остальное все за мотокроссом находится. Больше не откуда. А вы слышали звук? Ну, дочка позвонила, сказала, папа, затряслись шторки, и все. Бах, пришли, а тут уже МЧС, полиция. Полиция, ликвидировали все быстро. Хочу обратить внимание, это густо населенный район. Здесь живет много людей, в том числе и дети. Тем не менее, украинские террористы продолжают обстреливать мирные районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Хочу также отметить, что поблизости наших позиций нет. Наши позиции, ближайшие отсюда, на дистанции несколько километров. Полдесятого вечера был как бы хлопок такой, не как взрыв, как обычно было. Рядом было много прилетов. Просто был хлопок такой, сначала не поняли, вышли на балкон, посмотрели. Тут как бы тоже тихо, ничего не понятно было. А потом уже, когда уже видели, приехали МЧС, тут все начали осматривать. А где-то здесь наши позиции, поблизости армии ДНР находятся? Нет, в пределах города ничего нет, все за городом. А это центр города? Ну это центральный район, да. А до ближайших позиций армии ДНР примерно сколько километров? Километра три, наверное, или может больше. Ну не менее трех, да? Да, где-то там. Хорошо, спасибо большое. По характеру повреждений, которые оставил после себя снаряд, легко можно установить траекторию, откуда он был выпущен. Это населенный пункт Каменка, где находятся подразделения вооруженных сил Украины. А скажите еще раз, скажите вот про ОБСЕшники, то есть с утра приезжали? Да, около 10 часов приехали, две машины, они вышли, фотографировали и этот дом фотографировали туда. Да, ну в первый этаж они туда смотрели, ну как заходили. Какие-то замеры производились, сюда поднимались? Здесь на этом доме нет. Они только сфотографировали, ну видеокамеры или не знаю чем там, сдалека тоже смотрели. Я думал, что они придут, поэтому ждали, пока ничего не закрывали. Это уже после обеда, закрыли. То есть они никаких, ни направления снаряда не устанавливали? Ничего не смотрели, они там несколько фотографий сделали, вот возле того подъезда и все. Больше ничего не было. Мы находимся в микрорайоне Центральный, напротив дома номер 24, на детской площадке, куда было еще одно попадание артиллерийского снаряда калибром 122 мм. Сейчас мы видим, сотрудники МЧС проводят разминирование. А ОБСЕ приезжало сюда сегодня? Нет, мы не видели. Куда не приезжали? Не приезжали, нет, не приезжали. А сообщение о том, что снаряд попал, не разорвался на детской площадке, кто-то заявлял, обращался? Обратились только час или полтора назад. Час-полтора назад заметили? Да, заметили, нет, заметили другие, если там бабушка, она в больнице лежит, она заметила, сказала там все, просто пообщался вот буквально час-полтора назад, она сказала, вот там и так, пойди, посмотри. Нижа, я пошел, посмотрел, почему, и потом еще с соседями мы пообщались, поговорили. И думаем, заявим МЧС, что так пройти, проверим, посмотрим. Да, да, дети бегают. Узнали буквально, ну вот, пол пятого, в четыре, где-то мы вот это узнали. Ночью, 27 января, киевские силовики обстреляли спальный район Брянки, в котором нет никаких военных объектов. По сообщениям официального представителя народной милиции ЛНР, майора Андрея Марочка, в результате артиллерийских обстрелов в Брянке пострадало два человека. Сегодня мы стали свидетелями факта очередного геноцида народа Донбасса. Сегодня ночью обстреляли жилой район города Брянка, где ни одного военного объекта нет. Здесь находится спальный район, садики и социальные объекты, подчеркнул майор. Судя по найденным осколкам, била дальнобойная артиллерия. Это уже ни в какие рамки уже не входит, это недопустимо, добавил он. При этом Марочка обратил внимание на то, что в последнее время целями украинских военных становятся исключительно гражданские объекты и мирные жители Донбасса. Также отметим, что по сообщениям местных жителей микрорайона «Молодежный», это первый обстрел их района за всё время проведения так называемой АТО. Семья из Зайцева 27 января отметила новоселье. Сначала хозяевам вручили ордер на новую квартиру в недавно отстроенном доме манёвренного фонда и ключи от неё. Новоселов также поздравили от имени главы Донецкой народной республики Александра Захарченко и исполняющего обязанности главы администрации города Горловка Ивана Приходько. Благодаря их помощи семья обрела новый дом. Спасибо всем, кто помог. По традиции в новое жильё вошёл кот, а следом – Рита, знакомая нашим телезрителям по сюжетам из Зайцева. Семья с 2004 года живёт в посёлке Зайцево. Огород, сад, хозяйство, птицы, козы. До последнего не хотели уезжать из родного дома. Пришлось пережить тяжелейшие обстрелы из различного вооружения со стороны украинских карательных батальонов. Жили в посёлке, несмотря на обстрелы, пока был цел дом. Но в январе этого года ситуация обострилась настолько, что пришлось уехать. Со стороны ВСУ в этот дом летели каждую ночь пули и снаряды разного калибра. Январь этого года стал тяжёлым месяцем. Дом теперь непригоден для жизни. А точнее, его не стало. Просто если бы не последние наши прилёты и попадание прямо в дом, причём неоднократное. Последний раз у нас прилетело 25 штук. Стреляла БМП. Мать, целенаправленно по дому? Первый раз может быть случайно 18-го числа, а 24-го уже целенаправленно. Потому что в одно и то же место тяжело просто очень всё бросить, выехать. Но пришлось. Просто последний прилёт, когда было в зал, когда мы чудом ушли, и что мы не пострадали, то уже всё, последняя капля. В семье двое детей. Старшая учится в Макеевском медучилище. Младшая теперь пойдёт в детский сад. Бабушка рада, что внучки наконец-то в безопасном месте. Зато, родная, будет у вас здесь тихо. Ты не будешь бояться, что стреляют, правда. И за кресло под кровать не надо будет прятаться. Ты не будешь кричать, бабушка, ты меня задавишь. Татьяна надеется, что война закончится, и её семья вернётся в родной посёлок и построит большой новый дом. Большое спасибо. Переезжаем, конечно, мы с тяжёлым сердцем. Спасибо всем, что помогли. Марина Ерёмченко, Евгений Полянский. Специально для Новороссия ТВС Горловки. В дежурную часть шахтёрского городского отдела полиции поступило сообщение о грабеже, совершённом в отношении несовершеннолетней местной жительницы. Прибывшим правоохранителям школьница сообщила, что её родной дядя избил и отобрал золотое кольцо и мобильный телефон. Подробнее в сюжете. Он постоянно меня бил за водку, потому что я ему не давала деньги на неё. Я проснулась, он начал мне требовать кольцо. Я ему не давала, меня побил и с другом ушёл. Ну, я думала, он меня вообще убьёт. Очень страшно было. Его друг был, он даже ничего не сказал. Я вызвала полицию, полиция приехала, его забрали. Сотрудники сектора участковых инспекторов и патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника по горячим следам и доставили в городской отдел. Полицейским задержанных сообщил свою версию произошедшего. Я попросил у неё кольцо, она не дала. Ну, я её схватил за волосы. Хотел ударить, ну, подзатыльник, получилось, в нос ударил. Она мне дала кольцо, после этого я ушёл. Пошёл в ломбард, а там без паспорта они приняли. Ну, со мной был ещё один человек. Он увидел там какого-то друга, ну, он 3-300 дал нам. Мы пошли в кафе какое-то. Ну, мы там выпили. В городском отделе полиции фигурант всячески демонстрировал раскаяние. Всё-таки племянница, ну, я сильно глубоко. Раскаиваясь в этом. Дурак, что я это натворил, очень сильно жалею. Однако в искренность мужчины не верят даже родственники. Жену он бил. Она в Херсоне сейчас, трое детей. И бил я, и на Настю руку поднял. А в Херсоне 7 раз задерживали и отпускают через полчаса. А тут всё, я сказал, а тут я не в Херсон. Здесь нормально будет. Так и вышло. Большое спасибо, что сотрудники полиции так быстро сработали. Кольцо сразу нашли. На следующий день мне позвонили, сказали, что нашли уже, что можно приходить запирать и что его посадят. За содеянное злоумышленнику предстоит ответить перед законом. По данному факту, следственным отделом Шахтерского городского отдела возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 173 Уголовного кодекса ДНР грабеж. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. А в Горнятском районе Макеевки стражи порядка по горячим следам установили и задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Поступило сообщение от жителя города Зугреса, который пояснил, что в вечернее время после работы он зашел в вывеселительное заведение, где у него возник конфликт с неизвестным мужчиной, вследствие чего мужчина нанес ему несколько ударов в область головы. Неизвестный мужчина похитил у заявителя сумку, в которой находились денежные средства в сумме 4,5 тысячи рублей и водительского удостоверения. В течение нескольких часов после обращения потерпевшего в полицию злоумышленник был установлен и задержан правоохранителями. Чужим имуществом безработный фигурант распорядился по своему усмотрению. А права хотел подбар под этот фигурант. 41-летний потерпевший поблагодарил полицейских за профессионализм и оперативную работу. Я очень благодарен сотрудникам полиции за добросовестную работу, за оперативность. Водительское удостоверение и деньги, которые злоумышленник не успел потратить, стражи порядка вернули законному владельцу. Подозреваемый сотрудничает со следствием и в содеянном винит алкоголь. Извиниться, хотелось бы, что у нас произошел такой конфликт. Был бы трезвый, я бы такого не сделал. Теперь фигуранту предстоит ответить перед законом. По данному факту, следственным отделом Горнянского райотдела возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 174 Уголовного кодекса ДНР «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. А я напоминаю, что вы смотрите программу о доблестных, надежных и решительных защитниках нашей республики. Новороссия ТВ запустил свой информационный канал в мессенджере Телеграм. Подписаться на него можно по адресу собака Новороссия ТВ и вы всегда будете получать ежедневную оперативную информацию. В одной из отделений Донецкого института неотложной восстановительной хирургии имени Гусака поступила очередная такая необходимая помощь для детей, находящихся на стационаре в больнице. Кроме лекарств и препаратов для детей, представители Минобороны и Донецкой республиканской научной библиотеки имени Крупской привезли книги. Подробнее в сюжете моего коллеги Дмитрия Зиньковского. Маленькая трехлетняя Таня из города Шахтерск находится в стационаре всего 10 дней. Но ее маленькие ручки уже исколоты иголками и катетерами. Она быстро устает от большого количества медикаментов, которые вынуждена принимать, чтобы вылечить тяжелую болезнь, диагностированную у нее врачами. Острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Из-за принимаемых гормонов она быстро утомляется и становится беспокойной и плаксивой. Единственный способ для ее мамы хоть как-то облегчить жизнь девочки в больнице, это игрушки и книжки, которые Таня так любит. Ну тяжело, но лечить надо, шесть дороже. Ну все, вытерпим, да? Больше всего она любит раскраски и книжки о принцессах, а еще мультик про смешную свинку Пепу. Министерство обороны и Донецкая Республиканская универсальная научная библиотека в четверг 26 января привезли в Донецкую больницу более двух сотен разных книг для детей и взрослых. Инициатором данного мероприятия стало Министерство обороны Донецкой Народной Республики. Данное отделение обратилось к нам за помощью. Почему к нам? Просто объясню, к военным. Мы всячески стараемся помогать этому отделению. Я уже говорил о том, что есть люди, которые хотят помогать, помогать детям, но они не хотят светиться. И через нас они закупают медикаменты различные, препараты, может даже не оборудование, назовем шприцы, потому что необходимое для лечения. И мы передаем. Главврач больницы выразил глубокую благодарность представителям Министерства обороны и библиотеки за помощь. Привез книги вместе с вами из библиотеки. Это большой подарок. Мы вас благодарим от коллектива института, от всех наших деточек, которые будут эти книги читать. О том, как возникла идея привезти детишкам книги и о том, как проходил их сбор, рассказал директор Центральной Республиканской библиотеки. Мы после звонка Города Александровича сделали вывод для себя, что здесь находятся не только дети, но и родители практически круглосуточно вынуждены здесь находиться со своими детьми. Им тоже нужно как-то время это немножко смягчить. То, что мы могли, мы собрали. Детская литература абсолютно новая. Ее еще никто ни разу не держал в руках. Она на русском языке, она красочная, современная. Это 14-15 год издания. Я думаю, детям она будет по душе. В отделении онкогематологии на данный момент находится 28 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Некоторые лежат с родителями. О ситуации с медикаментами нам рассказала заводделением. Расходных материалов у нас, к сожалению, не хватает. Мы были бы рады, если бы нам оказали помощь. Допустим, в перчатках, капельницах, бахилах, масках, одноразовых ланцетах. Медикаменты, ну, они тоже имеют свойство заканчиваться. Мы стараемся через различные фонды гуманитарные, волонтерские организации обеспечивать деток практически в полном объеме. Но это очень тяжелый труд. Чужих детей не бывает. Именно эти слова больше всего сейчас подходят к ситуации с больными детьми в республике. И это касается не только малышей, лежащих в онкогематологии или кардиохирургии, но и других больниц и отделений. Потому что такие дети, как Таня и многие другие, должны получать помощь и поскорее выздоравливать. Дмитрий Зиньковский, Станислав Мухин. Специально для Новороссия ТВ. Во вторник, 24 января, в общеобразовательной школе номер 39 Кировского района Донецка состоялось важное событие – презентация книги «Памяти военных преступлений против народа Донбасса». Книга была написана и сделана руками школьников в рамках проекта «Война глазами детей». Для приглашенных гостей, учащимися, было подготовлено целое действо, рассказывающее о войнах на Донбасской земле, начиная с Великой Отечественной и заканчивая войной с украинскими карателями. Мама, что за шум стоит? И почему наш дом горит? Куда бегут все без оглядки? Зачем же мы играем в прятки? Скажи хоть слово, умоляю. Ответишь, тут же умолкаю. Не буду братику мешать. Но все равно, молча ломать. Выступление детей включало в себя не только песни и танцы, но также стихи и рассказы школьников, попавших под обстрелы или бомбежки. Помню, мы с мамой пошли на детскую площадку недалеко от дома. Раздался выстрел, потом жуткий свист и ужасный грохот. Начался обстрел. Мы бежали домой. Было страшно, очень страшно. Дома отражались стекла, а мы прятались в ванной, потому что не было подвал. Школа, которая находится в непосредственной близости от линии соприкосновения, до позиции украинских силовиков всего нескольких километров, неоднократно подвергалась обстрелам и разрушениям. Дети были напуганы. Мы прятали детей в полуподвальном помещении нашей школы. Мы очень боялись, мы очень переживали. Мы боялись за жизнь детей. Дети кричали, плакали, бегали. Я как могла успокаивала. Мой коллектив тоже самое. То есть мы пережили, мы являлись свидетелями этого ужаса всего. Но после того, как немножечко здесь все утихло у нас, мы приняли такое решение написать, именно запечатлеть, оставить это в памяти для будущих поколений. Социальный проект в рамках гражданско-патриотического воспитания школьников «Книга памяти. Война глазами детей» осуществляется по инициативе и при непосредственной поддержке Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. Атмосфера сегодня, она была, в общем-то, и не наиграна, она была в большей степени осчитана прежде всего не на нас, присутствующих здесь, как взрослых, а вот на тех детей, которые все, в принципе, видели достаточно долгое время сами, и у них есть возможность теперь каким-то образом зафиксировать эти впечатления. Причем цель этой акции, цель этой книги – не столько особо какие-то сведения, не столько зафиксировать документально, сколько, наверное, зафиксировать в душе вот тот ужас войны, который был, и то, что нельзя повторить в будущем. Это больше, наверное, акция внутренняя, нежели внешнего появления. То, что должно произойти с каждым, чтобы не было повторения подобных войн. Также на презентации книги присутствовали почетные гости – депутаты Народного совета ДНР, которые отметили важность подобных мероприятий. Благодаря таким проектам мы сможем воспитать в школьниках высоконравственную личность, способную к личностному и профессиональному самоопределению, четко выраженной гражданской позиции, чтобы школьники смогли легко разобраться в этом неимоверном потоке лжи, выявить правду, определить свои приоритеты, кто для них является героем и что для них является настоящей ценностью. Напомним, что в ноябре 2016 года министр образования и науки ДНР Лариса Полякова анонсировала запуск проекта под рабочим названием «Книга памяти. Война глазами детей». Тогда сообщалось, что в рамках проекта во всех учебных заведениях пройдет сбор информации у детей. Впоследствии из этих историй будет составлен сборник. Его презентация состоится накануне Дня Победы в 2017 году. Дмитрий Зиньковский, Алина Боярская. Специально для Новороссия ТВ. В преддверии празднования Дня создания Донбасской юридической академии открылась стела, посвященная выпускникам этого учебного заведения. Подробнее расскажет Дарья Черничная. 28 января Донбасская юридическая академия отмечает свой второй день рождения. За два года деятельности учебное заведение достигло высоких результатов в подготовке юридических кадров для профильных министерств и ведомств Донецкой Народной Республики. 26 января в учебном учреждении состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого была открыта стела – заслуженные выпускники Донбасской юридической академии. Решением расширенного заседания ученого совета Академии пока утверждена кандидатура одного выпускника Донбасской юридической академии 2015 года – Захарченко Александра Владимировича, главы Донецкой Народной Республики, который первому достоился чести занесения на памятный знак. Создание даже этой стелы – гордость Академии – это, прежде всего, дух состязательности, дух совершенства, дух движения вперед, дух достижения новых результатов, целей, которые стоят перед Академией в том числе. Я думаю, что на сегодняшний день те даже мальчишки и девчонки, которые сегодня стояли в строю, значит, они будут стремиться к тому, чтобы вот у них мечты стать и внести, быть занесенным на эту стелу Академии. Это реальные мечты, потому что каждый будет добиваться это своим трудом. И опять же, это задача, которую ставит Александр Владимирович, чтобы Донбассская юридическая академия вошла в когорту лучших вузов, как сегодня даже Гавеля, может быть, Оксфорд, может, еще какой-то замечательный вуз. Но, наверное, мы к этому будем стремиться однозначно, что мы и делаем. В завершении торжественной части в фойе Академии стела гордость Академии обновила свои лица. Теперь там висят портреты отличившихся преподавателей за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и значительный вклад в осуществление подготовки квалифицированных юридических кадров для ДНР, а также студентов за высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Академии. Я думаю, все гордятся мной, и я очень благодарен своим преподавателям и ректорскому составу по поводу того, что я второй год удостаиваюсь такой чести быть на стеле, гордости Академии, поэтому я очень рад. На данный момент я занимаюсь достаточно плотно научными работами. У нас в Академии будет проходить конкурс научных работ в марте. Я уже планирую в двух номинациях участвовать в этой научной работе. По поводу Министерства иностранных дел я также был приглашен туда на прохождение ознакомительной практики, что в относительной степени также мне помогло. И в написании моих, в том числе, научных работ. Дюа – это не просто молодой вуз республики, но и большая сплоченная семья, в которой есть все условия для становления первоклассных специалистов, подготовки юридических кадров для профильных министерств и ведомств Донецкой Народной Республики. Дарья Чернична, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. Война закончится, но она останется не только в воспоминаниях тех, кто своими глазами видел все, что происходит на земле Донбасса. Вместе с героями и автором книги «Я и Рыжий Сепар» Семеном Пеговым вы снова пройдете Славянск, Николаевку и Лавайск, а также узнаете, какая она – жизнь на передовой. Русская литература во все времена была богата произведениями о подвигах своих воинов, о войне, которая сейчас идет в Донбассе, уже можно прочитать в произведениях современных авторов. Журналист российского канала «Лайф» Семен Пегов работал в самых горячих точках в Донбассе. Его репортажи с передовой доносили зрителям «Сводки из Славянска, Николаевки, Лавайска». Здесь написано все приблизительно до августа 2014 года, то есть это где-то 2,5-2 месяца. Начиная с того момента, когда я приехал в Славянск, и он был уже в плотном кольце ВСУ, и туда можно было проехать только так называемыми козьими тропами, там мы познакомились с Арсеном, и по аналогии, если брать, то остановился я на штурме освобождения Иловайска и непосредственно на боях рядом с депо, где базировался, как вы знаете, территориальный батальон «Донбасс». То есть вот этот короткий достаточно промежуток я пока что успел описать. Первое путешествие с Моторолой по передовой было крайне ярким, мне приходилось, условно говоря, держать психологический удар и доказывать, что я ничего не боюсь, потому что про меня Моторолин рассказывали много, что вот, мол, сейчас приедет парнишка в Сирии был и так далее. Но в небольших новостейных сюжетах не всегда можно рассказать обо всем, что происходит за кадром. У Семена собралось много рассказов, историй, воспоминаний, но к написанию книги подтолкнуло печальное событие, которое произошло с Моторолой. Многие там и в интернете, и везде там спрашивают, почему называется «Я и рыжий сепр». Коротко эту историю тоже расскажу, она довольно прикольная, в стиле как раз Моторолы. И там, может быть, за пару-тройку месяцев он в очередном своем инстаграме, потому что его регулярно там блокировали и так далее. Он каждый раз новый заводил. И вот мой оператор Саша Мельников мне как-то присылает скрин, где мы с Мотором стоим. Эта фотография есть вот здесь сзади, да, на книжке в Славянске. Молодые, худые, не такие еще и известные, пожалуй. Вот, и он выложил эту фотку, и в своей провокационной манере подписал ее «Я и рыжий сепр». То есть мы там оба рыжие стояли. И, в общем, он как бы так недвусмысленно намекал, и на меня тоже. Мне показалось, что это действительно такой прикольный и живой момент, именно поэтому книжка назвалась так. На странице книги «Я и рыжий сепр» вы узнаете тех, кто уже стал легендой, а также познакомитесь с новыми, невымышленными персонажами. Марина Еремченко, специально для Новороссия ТВ. Каждый офицер должен уметь танцевать. Поэтому курсанты готовились к балу в течение нескольких месяцев, чтобы обучиться классическим танцам. И вот в Донецке состоялся его величество бал. Подробнее о торжественном мероприятии расскажет моя коллега Алина Черняева. 24 января в гостиничном комплексе «Шахтар-Плаза» состоялось торжественное мероприятие «Его Величество бал». В нем приняли участие Республиканский многопрофильный лицей «Интернат при Донну», Донецкий национальный университет, Донецкое высшее общевойсковое командное училище вооруженных сил ДНР, Республиканский лицей с усиленной военной и физической подготовкой имени Берегового, Детский дом «Теремок», Академия внутренних дел МВД ДНР, Донецкая юридическая академия, Донецкий музыкальный колледж имени Прокофьева. Мы воспитываем своих детей на традициях русского народа и вот такие балы в формате венского бала. Мы хотим, чтобы это было постоянно. Я хочу также поблагодарить учителей училищ, лицеев, техникумов, вузов, которые готовят наше молодое поколение, наше будущее. Я также хочу поздравить наших студентов. В преддверии праздника всех студентов 25 января отмечается Татьянин День, День мученицы Татьяны, покровительницы всех студентов и желаю вам успешного завершения сессии и радостных каникул. С праздником, дорогие друзья! В рамках мероприятия присутствующие насладились церемонией бала, классической и современной музыкой, а также вокальными и танцевальными номерами. Алина Черняева, Станислав Мухин, Новороссия ТВ. Более подробной информации вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссия ТВ. Вы смотрели программу о доблестных, надежных и решительных защитниках нашей республики. Субтитры создавал DimaTorzok